Услышать Тарковского разного, переживающего, страдающего Тарковского мыслителя. Создатели выставочного проекта о невозможности переводов представили зрителю документы из архива Тарковского, предварительно изученные и проанализированные. Ученые признаются, открывая для себя архив, было опасение увидеть какого-то другого Тарковского, может быть, чуть менее гениального, каким его привыкли считать. Однако режиссер превзошел сам себя, оказался еще сложнее и глубокомысленней. Мы видели документ, который назывался «Расшифровка с пленок». А когда мы стали сравнивать текст аудио и текст самих расшифровок, мы увидели, что там есть еще один. И вот аудиопленка создает ту атмосферу, которую не передать текстам. То есть текст видит, как он правит, как иногда решительно правит, как в руке иногда там синий карандаш, красный. А когда ты слышишь голос, и вот это его главная тема, ты меня понимаешь? Ты меня понимаешь? Нет, ты меня не понимаешь. Мы пишем книгу или не пишем книгу. Зрителю предлагается самому прочесть архивные документы и соотнести это с фильмами Андрея Тарковского. Выбраны наиболее глубокие по силе мысли фрагменты текстов. В них сконцентрирован сам Тарковский, его мировоззрение. Вот эти тексты, которые нужно будет прочитать, если ты на выставку пришел, мы дополнили, на мой взгляд, ярким таким визуальным рядом стоп-кадров из фильмов Тарковского, из всех семи, которые он снял. И мы даем возможность зрителю не просто прочитать мысль Тарковского, но попытаться соотнести это с тем, что он видит на экране. Внутри выставки есть любопытная инсталляция. Из этих кубиков каждый может сложить своего Тарковского. На гранях написано афористичное высказывание режиссера. Тарковский вообще и мыслил афористично, и изъяснялся тоже часто такими короткими, очень значительными фразами. Мы выделили эти фразы из тех текстов, которые есть в архиве, и разместили на каждой стороне кубика одну фразу, для того, чтобы поиграть с этой идеей, что режиссер – это строитель, что он почти в этом равен Богу, что он конструирует реальность. Кроме того, на выставке продемонстрировали аудиозапись речи Тарковского. Нельзя отрицать, что именно благодаря архиву каждый Ивановец может увидеть, услышать и прочитать великого кинорежиссера. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.